Ну и зачем ты нас собираешь? Сейчас и знаешь. Я уже сгораю от любопытства. Пошли, вон они. Привет! Ну конечно. Что случилось? У кого-то появились деньги, мы идем в кафе? А может быть у Сони новый прикид? Ну, если она нас здесь собрала. Соня, ну не тяни, говори. Сейчас все расскажу. Я вчера ходила в кино. Одна? Без нас? Это не честно. Лучше я только одно, что призналась. Лучше бы не говорила. Ну, простите, девочки. Просто я не хотела без вас. У меня просто было свободное время, мне было скучно, и я сходила. Ладно, проехали. Давай рассказывай, что произошло. В кино рядом со мной сидел парень. И что? От него пахло чесноком? Вика, не перебивай. Симпатичный? Ну, в общем, да. А конкретно? Ну, во время сеанса мы с ним обменялись номерами и договорились встретиться. Где? Здесь. Когда? Ну, в общем, сегодня у меня до встречи осталось пять минут. Отличненько. Пришла на свидание и нас с собой притащила. Ну, девочки, он сейчас позвонит, а вы где-нибудь в сторонке побудете. Отлично. Дело осталось за малым, чтобы он пришел. А мы-то тебе зачем? Ну, или он придет с друзьями? Ну, девочки, они просто с вами как-то надежнее, что ли. Ладно, поможем. Только я не понимаю, в чем тут можно помочь. Если тебе нужна помощь, позвони ему и скажи, что немного задерживаешься. Пусть подождет. Ну, не знаю. Точно-точно. Сейчас он придет, а ты уже здесь. Некрасиво получается. Сейчас. Девочки, я вместо телефона взяла пульт от телевизора. Как ты могла? Ну, я позвонила Лере и Карине, потом стала собираться и, видимо, по ошибке взяла пульт от телевизора. Ну, ты растяпа. А в чем беда? Зачем телефон? Придет и придет. Дело в том, что в кино было темно, и я не очень запомнила его лицо. А после сеанса мы сразу потерялись. Ну, ты, конечно, молодец. Номер телефона дала, а лицо даже не запомнила. Самое обидное, что он, скорее всего, сейчас мне звонит, а я не отвечаю. Что он подумает? Он подумает, что ты забыла дома телефон. Если он придет с цветами, то мы его сразу вычислим. Ну, ты, конечно, сыщик. А если без цветов? Будем искать по-другому. Как его зовут? Андрей. Редкое имя. Найдем. Ага. Сейчас еще начнем все дружно кричать. Андрей, ты где? А может, еще на скамейку встанем? Не удивлюсь, если нас после этого посчитают ненормальными. Соня, ты правда не помнишь, как он выглядел? Ну, я же на экран смотрела, а не на него. Ну, ты даешь. С девчонкой познакомился? Как выглядит, не помнишь. Так я тебе говорю. Там в кино темно было. Мы только номерами успели обменяться, а после сеанса в толпе потерялись. На имя-то хотя бы спросил? Да. Соня зовут. Это хорошо. А еще что-нибудь запомнил? Ну, рост примерно. Молодец. Это предмета. А волосы? То ли брюнетка, то ли блондинка. Тоже хорошо. Значит, среди рыжих мы не ищем. А позвонить можно? Так я тебе сказал, мне телефон съел. Да, плохо дело. Тут надо крепко подумать. Ну, место точно это. Только тут столько девчонок, как бы не попасть в просаг. Откровенно, ты уже попал. Хватит ныть. Смотрите по сторонам. Нет ли кого похожего на Андрея? Место ты выбрала оживленное. Не могла какое-то другое. Ну, я по инерции. Просто мы же всегда здесь встречаемся. Вот там два парня стоят. Посмотрите только аккуратно. Тот, что справа, вроде похож. Но я не уверена. Он что, не один пришел? Соня тоже не одна пришла. Всякое может быть. Кстати, одного из них, я кажется, знаю. Подождите-ка. Паш, привет. О, Карина, привет. Да мы не виделись. Да ладно, всего несколько дней. Можно тебя на просмотр? А что это вы тут делаете? Только если не секрет. Секрет. Но тебе скажу. Только никому, ладно? Мой друг познакомился в кино с девчонкой. Обменялись номерами телефонов. А при выходе они потерялись. И он не запомнил, как она выглядит. Так позвонил бы. Не получается. Что, не отвечает? А может, она телефон дома забыла? Нет, у него зарядка села. Слушай, а твоего друга случайно мне Андрей зовут? Почему случайно? Так и зовут. Ну вот, все и срослось. Не понял, что у кого срослось-то? Сейчас все узнаешь. Как-то нелепо все получилось. Сначала мы потерялись. А потом я телефон забыла. У меня батарейка села. Просто мистика какая-то. Мистика. Но я сказал слова заклинания. И мистика исчезла. И мы встретились. Какие заклинания? Шалай лабудай. Я дубал елаш. Где-то я уже это слышала. А ты случайно не колдун? Кого-то мне напоминает этот друг. Странно, но он похож на колдуна, который приставал к нам с яйцами. Какими яйцами? С куриными, сырым и вареным. Андрей скромный парень. Он никому не пристает. Тем более с яйцами. И все-таки Соне надо предупредить на всякий случай. А ты случайно не колдун? Да нет. Он мне во сне приснился. Задания всякие разные с яйцами давал. А я не справился. И что он с тобой сделал? Он сказал, что за это воспользуется моей внешностью на один день. Так это он к нам в твоем образе приходил? Так он вам тоже приснился? Не знаю, мы сами ничего не поняли. Но мы об этом никому не расскажем. Не расскажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова